В северные рубежи нужно не только изучать, но и защищать. Военные моряки и морские пехотинцы из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи арктического похода, отработали действия по освобождению территории Дудинского морского порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника. Об учениях в нашем сюжете. Во время арктических походов военнослужащие Северного флота отрабатывают задачи по обеспечению военной безопасности в Арктике, обороне континентальных и островных территорий, стратегически важных объектов в противодействии незаконным вооруженным формированиям. В этот раз, по легенде учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника захватила порт в Дудинке и заминировала его объекты. Для блокирования порта предусмотреть высадку сил морского десанта на необорудованном подбережье с большого десантного корабля. Существить блокирование подъездных дорог в районе номер один, в районе номер два. Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отряда боевых кораблей Северного флота скрытно высадилось на территорию захваченного порта. Разминировало объекты и освободило захваченное административное здание порта. Большая глубина роли не играет, главное скрытность. Ну и все в скрытом положении, то есть в подводном. Подходим аккуратно уже на довольно близком расстоянии от берега. То есть аккуратно скидываем часть снаряжения, дальше снимаем остальное, аккуратно выходим и скрытно прибираемся, ликвидируя некоторых часовых, которые там попадаются по пути для освобождения основного пути. Затем североморцы выполнили высадку морского десанта на побережье реки Енисея и привели штурмовую операцию по освобождению стратегического объекта в Арктике с воды, с воздуха и с земли. Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты и морского инженерного полка во взаимодействии с экипажем большого десантного корабля Александр Атраковский осуществили высадку на упор. С твиндека БДК высадились на берег гусеничные, плавающий транспортер, двухзвенный вездеход на гусеничном ходу и самоходная реактивная установка разминирования, которые осуществили блокирование путей к порту. Заранее подготавливались к этим маневрам, слаживание проходило на полигонах бригады морской пехоты в составе отделений и взводов. Сейчас личный состав уверенно демонстрирует навыки, полученные на полигоне. В учении была применена палубная авиация, вертолет К-27, быстроходные лодки, артиллерия, большого противоводочного корабля вице-этмирал Кулаков. Все задачи тренировки были выполнены в полном объеме. Личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм.